Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». Веду я, Маганин Махатилов. Прошлый год оказался для Дагестана и для всей страны, и для всего мира годом испытаний. В Дагестане пандемия коронавируса практически влияла на все сферы деятельности. Но в Дагестане сложилось так, что именно пандемия коронавируса по-новому открыла Дагестан для российских туристов, и не только российских. О итогах 2020 года и о планах на этот мы поговорим с гостем нашей программы, в эфире программы «Подробности» Время министра по туризму и народным художественным промыслам Расул Ибрагимов Сушапевич. Рад вас видеться в нашей студии. Спасибо. На самом деле, такого вызова для республики, для всей страны, никто не ожидал, что произойдет такая ситуация. Но, тем не менее, мы наблюдали, как и в соцсетях, и в различных пабликах, которые касаются туризма, имя Дагестана звучало все больше, больше, больше. Для многих граждан России, которые по-новому открывали свою страну в силу закрытых границ внешних, они стали открывать границы внутренние. Кто-то поехал в Сибирь, кто-то поехал на север, очень большой процент поехал на Кавказ. И тут Дагестан оказался в такой роли, знаете, гадкого тем, который вдруг стал прекрасным лебедем. И я знаю, что цифры, которые сейчас оперируют, в данном случае, ваше министерство, они говорят о том, что не самый провальный был год, несмотря на такие проблемы. Ну, более подробно скажите об этом. Спасибо, Магамед. На самом деле, туристическая отрасль очень сильно пострадала, это пандемия, но нам удалось сохранить те позиции, которые отрасли, которые были достигнуты в 2019 году. Вы сами знаете, к нам приезжали очень много федеральных каналов, к нам приезжало очень много блогеров, начали популяризировать регион, по-другому представлять. Вместе с тем, конечно, есть очень много проблем. Но вот этот год, 2020 год, год пандемии, он внес свои коррективы, наши программы, вообще наши мероприятия в целом. Но после того, как после июля месяца, когда уже пошли ослабления по ограничениям, у нас был завал. Сплеск такой резкий. Да, был завал, и мы восстановили те показатели, которые были достигнуты в 2019 году. У нас вот по экспертной оценке, официальная статистика, которая нам дает, это 850 тысяч турпоток 2019 года, а 2020 год, год пандемии 835-840 тысяч. То есть фактически сплода. Фактически одинаково. Но, чтобы вы понимали, вот этот год, она на самом деле, вот из-за пандемии, многие границы были закрыты. И сейчас у нас запросов, каждый днем все больше и больше групп, которые хотят приехать к нам. Впервые мы, вот по поручению главы республики, сейчас вот делаем такие новые встречи по видеосвязи с крупными регионами Российской Федерации. Недавно у нас была одна такая встреча. Я отправил письма в Москва, Московская область, Волгоград и так далее. Вот такие крупные регионы, чтобы они, вот своим коллегам, которые там есть, и постпредставам наших республик, которые там находятся, чтобы они там пригласили туда турагентов, туроператоров, и наших тоже пригласили крупных туроператоров и турагентов, и презентовали наш регион им, чтобы мы, потому что у нас сейчас в преддверии сезона, нам нужно, чтобы уже не организованно туристы приезжали к нам в республику, а вот конкретно по группам, под конкретной, под страховку по безопасности, и те люди, которые могут оказать эту услугу с хорошими профессиональными обучениями гидами и так далее. А так, в целом, мы смогли сохранить работу. Вот мы успели даже провести, поучаствовать в таком крупном международном туристическом форуме, выставке в Москве, МИД, который проходил в начале года под организацией Ростуризма. Мы там тоже подписывали, там очень много соглашений с разными регионами, с крупнейшими туроператорами, чтобы они могли вот так вот привести к нам в группу. Вот наблюдая за теми маршрутами, которые наиболее популярны сейчас, ну, конечно, наиболее известный это Славский каньон, да? Он вошел уже, вот, фактически, можно сказать, в золотое кольцо Дагестана, если так можно немножко перефразировать, да, известный бренд. Легенды Дагестана. Ну, это мы поговорим чуть попозже. Ну, по упоминаемому, по визитам, по наполненности вот этого маршрута, мы видели и снимали, но адмократно, значит, явно был даже некоторый перевес, то есть такое количество туристов мы не видели ни в прошлом, ни в позапрошлом году, вот именно в данных данной локации. Есть очень уже такие растиражированные, известные маршруты, да, это, ну, это мы знаем, Кардаска, Теснинс, Латинский водопад, Гуниб, Гамсу, то ли, да, вот это, Гунибский район, в этом плане, значит, хорошо. Очень популярный. Да, Гулярия, да. Кокубачи, Калакорейш, значит, Хучни. Но масса других регионов, которые тоже обладают очень интересным потенциалом. Вот есть ли работа на увеличение туристических маршрутов, допустим, в Южном Дагестане, в Нагорном Дагестане? Я вам скажу, что у нас в прошлом году было зарегистрировано паспортизировано 42 маршрута, а в этом году у нас более 45 маршрутов паспортизировано, в том числе 13 брендовых, которые мы популяризируем в международном туристическом рынке и в Российской Федерации. То есть в российском рынке и еще в международном у нас заключенные контракты есть, которые мы, как только границы откроют, и иностранных туристов тоже по этим маршрутам будем принимать. Но особое популярность, вы заметили, это самое основное направление, это город Дербент и Сулатский каньон. А далее уже туристы, дальше мы уже предлагаем, у нас же турпродукты разнообразные в республике, в нашей компании уже научились подготовить хорошие турпродукты. Мы совместно с министерством предлагаем им два дня в море, два дня в горы, допустим. Или в выходные дни группа приезжает, в пятницу, до воскресенья, чтобы они один день были на море. Или есть большой спрос, сразу хотят все уехать в горы. Вот, Хунзахский район, Табасаранский район, Докузпаринский район, который вызывает популярность. Это гора Ярыдаг, Базар Дюзе, Шалбуздаг в эту сторону. Раньше о них мало упоминалось. Там мы проводили только альпинизм, зимний альпинизм, там соревнования экстремальных тур. Особенно на Ярыдаге, да, на стене 900 метров стена. Вот. А сейчас просто есть пещи и маршруты, которые хотят туда приехать, на эту гору дорваться. Там больше 2000 метров от уровня моря. Самый высокий горный в Европе населенный пункт, это Куруш. Далее, там, оттуда уже. Потом у нас набирает еще популярность и конные маршруты. И конные маршруты. Даже вокруг Махачкелы уже несколько компаний, несколько ребят, которые развивают это направление, и она пользуется популярным спросом даже внутренних туристов, потому что каждый выходной с семьями кто-то хочет приехать и прогуляться на лошадях покататься. Спрос вызывает предложение в данном случае. Вы уже упомянули о брендовом кольцовом маршруте «Легенда Дагестана». Скажите, пожалуйста, об этом маршруте подробнее. Что он в себя включает и как он будет развиваться? «Легенда Дагестана» – это кольцевой брендовый маршрут нашей республики. Он включает в себя 22 муниципальных образования. Это 4 городских округа. Это начиная с севера, с Кизляра, кончая там все. И в этом, в «Легенда Дагестана» есть еще два сегмента внутреннего. Южная легенда Дагестана и северная легенда Дагестана. Такие краткоментажные тоже туры. Если полностью легенда Дагестана, обойти нам нужно будет 2 недели. А есть южные на 4 дня, северные на 3 дня. Туда входят более 100 объектов культурного наследия. Там входят, естественно, и те же каньоны, и те же Теснины Карадахские, Кунзахские платои и так далее. Все мы охватили туда. Этот наш маршрут, он уже пользуется популярностью среди туристического бизнеса, туристической отрасли и на федеральном уровне. По ним уже приезжают группы туристов. Наша задача, вы здесь заметили, что очень много людей приезжает неорганизованно. Они вот через социальные сети находят места, приезжают, снимают посуточные квартиры и так далее. Дикарями так называют. Да, вот дикий туризм. Вот от этого нам надо как-то уходить. Для этого делается все возможное, создаются все условия для этих. Например, мы сейчас никогда не было, чтобы тесно сотрудничать с сельдерским государственным университетом, туризмом и сервисом филиалом города Махачкала. Потому что там мы подготовили сейчас обученных гидов, чтобы информация о республике была туристу передана достоверно и четко и красиво. Следующий вопрос, который я хотел бы задать, это те моменты, которые вызывают, скажем так, тревогу. Я общался с известной Майей Ламидзе, она эксперт по туризму. И она вот беседа со мной, как-то мы разговаривали, говорит, все хорошо. Нагестан просто всевышним одарен этими всеми красотами. Но масса проблем с логистикой, то есть инфраструктура, транспортная особенно. Где-то работа с муниципалитетами требует такого пристального контроля и работы. В этом плане надо работу проводить. Но я думаю, что у вас есть некоторые предложения, которые вы можете... Я вот остановлю вас на этом вопросе. Мы с главой республики, с Сергеем Леевичем по этому вопросу не раз встречались и общались. И сейчас в ближайшее время будет крупное совещание, которое приурочено именно такому системному развитию туризма в нашем регионе. Он нам дал такую планку, чтобы развить четыре кластера. Кластерный подход, не точечное развитие там. А вот конкретно кластерный подход. Это прибрежный кластер, это горный кластер, это охота, рыбалка, Чикольские озера, северная зона. Потому что так получается, что мы северную зону немножко так отделяем от этих... Она тоже должна быть, потому что есть очень много запросов и спроса на рыбалку, на охоту. Вот, Чикольские озера и отдельно южная зона, это Дербент и этно-туризм. И кластер Дербент отдельно. Кроме того, сейчас у нас будет скоро в России начинает реализовываться наш проект туризм. И там будут расписываться мероприятия, которые... Вот мы не сможем, вот я вам должен сказать, я еще раз повторюсь, я на коллеге это тоже передавал своим коллегам и с главам муниципальных образований. Без глав муниципальных образований, которые не будут погружены в эту работу, мы сами, как министерство, не сможем ничего добиться. Каждый глава муниципального образования или мер города должен быть погружен в эту работу, в развитие туризма у себя. У каждого города должно быть и свой продукт, должны быть площадки, земельные участки, не обремененные, на которые мы можем попросить уже по федеральной селевой программе на инфраструктуру, на подведение туда инженерной инфраструктуры, подготовить инвестиционные площадки. В этом случае только придут на готовые площадки, в этом случае только придут и инвесторы тоже. Вот тогда у нас будет и благоприятный... Но это им нужно, это им нужно, поскольку... Вот такой подход, вот такой системный подход. Глубль в туризм, 5-10 рублей прибыли в дальнейшем, это... Глава республики это вещи очень хорошо, четко обозначил. И сейчас мы вот хотим погрузить в эту работу все органы местного самовыправления. И, безусловно, на эти кластеры, на развитии этих кластеров, глава будет встречаться в ближайшее время с Чернишенковой, с премьером Российской Федерации, которая курирует туризм. И там у нас есть очень большие амбициозные планы, чтобы обновить материально-техническую базу и улучшить вот этот инвестиционный климат в развитии туризма. Ну, мы тут говорили о кластерах. Я знаю, что, значит, развиваются некоторые кластерные темы, там, в частности, вот в Дербенте, в Каякенте. Вот можно об этих, значит, в данном случае, проектах рассказать более подробно? Есть проекты, уже, которые начались реализовываться, это в Каякентском районе, и Чехе Марина, там и он, инвестор, он начал, он один гостиницу уже реализовал, вторую там строит, и коттеджи, и спортивные площадки, и все на берегу моря, небольшим причальным хозяйством, Марина там, чтобы была, чтобы яхтинные, круизные тоже развивать. И потом у нас есть проект Экалин в Хунзахском районе, который очень удачно реализовывается. Недавно у меня в министерстве была встреча в Черкесском водохранилище тоже, вот сам этот житель селения Черкей, он начал там развивать, и дальше у нас уже мы с государственной поддержкой инфраструктуры мы показываем, оказываем по нашей региональной программе, и он тоже будет развиваться. Плюс у нас в этом году как минимум будет реализовано 10 климпинговых отелей по всем горным районам. Это климпинговые отели, эта тема в Европе очень сильно популярна, она набирает очень сильные обороты по итогам там 19-20 года, хотя страны закрытые, но эта тема такая, это климпинговые, это типа шале, такие палаточные лагеря, которые со всеми условиями, коммуникациями, которые выбирают те или иные красивые туристические такие места с хорошей локацией, и там разворачиваются. Вот 10 как минимум у нас к сезону уже будет подготовлено. Ну смотрите, мы наблюдали буквально за этот год по разным районам, в частности даже посмотреть по многим селам, в некоторых на популярных таких маршрутах количество гостевых домов увеличилось в разы в течение одного года. То есть моментально идет реакция. У нас народ очень предприимчив, он мобилен, ему нужно главное дать определенный толчок и некоторую помощь, в частности субсидии, гранты и так далее. Эта программа у нас уже реализовывается, Минтуризмом. Мы уже и в прошлом, и позапрошлом году два года подряд эту программу реализовывали. Вот лучший конкурс сельского аграрного туризма, это так и называется, поддержка гостевым домам. В этом году финансирование подняли, 500 тысяч рублей на один гостевый дом. В ближайшее время у нас нормативные документы как выйдут, мы будем объявлять конкурс, все это будет висеть на сайте нашего министерства. Люди, которые реально будут свои гостевые, свои вот эти дома, которые в горах, которые есть, превращать, улучшать условия, чтобы там могли принять одну-две группы, мы для этих людей будем оказывать помощь на Лениншем Турже. Ваше министерство занимается не только туризмом, это и НХП, народно-художественные промыслы. Тема для Дагестана неразумно связана с этим же туризмом, поскольку, допустим, Кубачи, невозможно отделить село, как туристической цены, от ремесла, в котором они. Гацаталь, Унсукуль, да, и другие наши центры, десятки сел, которые мы развиваем. Ну, есть хорошие примеры, значит, ну, тут инициатива МАЗ, какая-то вот и поддержка государства, допустим, восстановление сулевкенской керамики, восстановление кайтарской вышивки. Хороший показатель, фактически из небытия возродилось искусство. Ну, я знаю, что, допустим, вот сейчас идет работа по Испикской, да, восстановление Испикской керамики. Вот что делается в этом направлении? Какие, вот, вы видите, векторы вот в этом деле? Народно-художественные промыслы, поддержка народно-художественных промыслов и вообще этих людей, которые занимаются, ремесленники, которые занимаются народно-художественными промыслами, у нас особые приоритеты находятся отдельно в этом направлении. У нас есть целое направление в министерстве. Вот, впервые за 15-20 лет, я не знаю, было такое финансирование, в этом году будет финансирование субсидия 70% от закупки оборудования. Будем в этом году финансироваться поддержкой НХП. Далее у нас есть с Минпромторгом Российской Федерации, есть федеральная программа, которая дает нам возможность субсидировать затраты на электроэнергию, на газ, на это. Плюс у нас есть новая программа, которая разворачивается, как его, в Минпроме. Вот только-только она должна выйти, там будет поддержка субсидией на сырье. Такой поддержки никогда не было. Поэтому улучшение НХП, конечно, у нас очень популярное направление. У нас на сегодняшний день более 600 предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются этим делом. Это основном, это Кубачинцы, Балхар, Гуцатель, Унцуколь, там, в Ботлевском районе, это ковровые изделия, Табасаранский, Хиевский район, вот, Межгрузская ковровая фабрика. Вот, в этом направлении тоже у нас особая такая стратегия вырабатывается, как бы, чтобы восстановить и эту штуру, чтобы поддержать этих мастеров. В прошлом году мы чем могли им помочь? Мы могли просто, вот, во время этой пандемии у нас многие выставки были закрыты, а мы им организовываем дорогу, площадку, чтобы они могли реализовывать свою продукцию, которую они изготавливают. Вот, вот, вот эта поддержка от нас была, но сейчас уже что-то по-другому. Мы уже сможем и с субсидиями конкретно помочь, чтобы они могли восстановить свои расходы на оборудование, на эти вещи. Ну, Дагестан богат и своими красотами, и своими мастеровыми, умелыми людьми. И я думаю, что если вот те инициативы, которые были, фами, сейчас озвучены, будут реализованы, это весьма солидная, ощутимая поддержка для тех ремесел, которые остались и до сих пор бытует в горах. Понятно, что того массового, огромного промышленного кластера, который был в советский период, да, там, там, огромные Кубачинские, там, Сукульские, и, допустим, были целые фабрики, да, этого же не вернешь, но, по крайней мере, вот те люди, которые сохраняют имя свой счастье, им будет дана возможность в дальнейшем развивать свое дело, своих предков. Мы завершаем нашу беседу. Я могу только пожелать успеха вашему ведомству. Вы выступаете сейчас в роли такого, я сказал, определенного локомотива развития горных регионов, особенно горных регионов, и надеюсь, что все эти инициативы, которые были озвучены, которые вы рассказали, они будут приняты к сведению, они будут иметь предложения и дадут для республики, для наших людей больше возможностей реализовать свои идеи и свои желания. Спасибо, безусловно. Я благодарю вас за участие нашей программы. Я напоминаю, что в эфире была программа подробностей. Мы говорили о развитии туризма и народно-художных промыслов в республике Дагестан. В гостях нашей передачи был время министра по туризму и народно-художным промыслам Руслова Брагимов. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин